5 фактов с инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Он всех удивил. Сегодня, 20 мая, избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу страны на инаугурации Верховной Раде в Киеве. Ему вручили символы власти президента, булаву, нагрудный знак и гербовую печать. На заседании Рады, помимо депутатов, присутствовали представители более 50 иностранных делегаций, включая президентов стран Прибалтики и Грузии. Первое. Зеленский на инаугурацию пришел, а не приехал. В отличие от предыдущих президентов, Владимир Зеленский весь путь из Мариинского парка до Верховной Рады прошел пешком, по дороге здоровался со зрителями. Второе. Успел сделать селфи по дороге на инаугурацию. Во время пути Зеленский успел сделать селфи со зрителями, взяв телефон у девушки. Этот факт вызвал просто рев восторга у всех находящихся за заборчиком украинцев. Третье. Упомянул в своей речи сына и семью. Свою речь в статусе президента Зеленский начал со слов своего шестилетнего сына о том, что каждый гражданин в Украине – президент. Новоиспеченный глава государства согласен с этим. Четвертое. Заговорил в своей речи президента по-русски. В той же речи Зеленский заявил, что Крым, Донбасс, украинские территории и войну начали не они, но им заканчивать. И отметил, что больнее всего то, что потеряли на территории, а людей. К ним он обратился по-русски, заявив, что точно знает, что люди его слышат. Член Рады Олег Ляшко с места выкрикнул несколько слов Зеленскому, но президент тут же поставил его на место, вернувшись к украинскому языку. Пятое. Запретил вешать свои портреты в кабинетах чиновников. Зеленский обратился отдельно ко всем чиновникам с просьбой не вешать свои портреты в кабинетах, потому что президент не икона. Лучше повесить туда фотографию своих детей и пусть чиновники смотрят им в глаза, когда принимают решение. «Всю жизнь я делал так, чтобы люди смеялись. В следующие пять лет я сделаю так, чтобы вы не плакали». Этими словами Зеленский завершил свою речь. После инаугурации Зеленский встретился с командующими видами Вооруженных сил Украины, а затем провел двусторонние встречи с главами иностранных делегаций на рабочем месте в Мариинском дворце. Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Он победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля. Набрав 73,22% голосов.